Сегодняшние макроэкономические данные из еврозоны обрадовали рынок информацией о предсказуемом росте потребительской инфляции. Согласно пересмотренным данным за июнь месяц, цены выросли на 0,1%, подтвердив первичную оценку экспертов Евростата и прогнозы рынка. Без учета волатильных факторов, в числе которых цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь, инфляция в июне продолжила ускорение и дотянулась до отметки 0,9%. Конечно, текущие показатели весьма далеки от целевых значений, установленных Европейским центральным банком на уровне 2%. Однако глава ЕЦБ Марио Драги неоднократно предупреждал рынке, что рост цен в регионе будет оставаться сдержанным довольно продолжительное время. Тем не менее, и такие данные помогли евро-быкам вернуться на рынок. Графику самой популярной пары на рынке Порекс и евро-доллар удалось коснуться отметки 1,1148. Покупки европейской валюты весьма сдержаны. Сегодня ночью трейдеров шокировала новость об очередном теракте на территории Франции. На Лазурно-Побережье на набережной города Низа собрались люди посмотреть фейерверк в честь дня взятия Бастилии, когда в толпу врезался грузовик и проехал около двух километров. По свидетельствам очевидцев, в толпе раздавались выстрелы. В результате 84 человека погибло и 120 ранено. Тем не менее, аналитики валютного рынка уверены, что сдерживание покупок евро будет носить краткосрочный характер. О дальнейшем развитии событий вы узнаете из наших следующих информационных выпусков на канале ИнстаФорекс ТВ. Оставайтесь с нами, увидимся!